Здравствуйте, я Анатолий Корнеев, вице-президент компании Симпл. Сегодня мы с вами открываем бутылку вина без штопора. Как только человечество придумало стекло, единственный правильный контейнер для хранения и для состаривания вина, оно столкнулось с огромным количеством сложностей. Как быть, если нет штопора? Я с этим сталкивался неоднократно. Большинство пытается делать все, что приходит в голову. А на самом деле достаточно поискать в своем арсенале просто острый ножик. Он может быть совершенно любой формы. Главное не брать маленький столовый прибор. Если он будет круглый, да еще и тупой, вы не справитесь. Итак, когда вы ввели лезвие ножа в пробку, вы можете уже попробовать ее сдвинуть. Самое главное условие – это втыкать лезвие ножа прямо в центр пробки. Таким образом, чтобы, расшатывая ее незначительно, лезвие входило внутрь. Конечно, это нужно делать с определенной сноровкой и тренировкой. Дальше вы обхватываете любой салфеткой, любой тканью лезвие ножа и начинаете скручивать пробку. Постепенно, поворачивая, как в случае с шампанским, не саму пробку, а бутылку. Защищайте руки салфеткой и постепенно, также расшатывая, вводите лезвие внутрь. Как всегда, элегантно, без хлопков и шума. Вуаля! Итак, вы увидели, как при помощи определенных усилий, можно открыть бутылку вина без штопора, при помощи обычного столового ножа, если вы оказались на природе, например, на пикнике. Хотя гораздо проще эту проблему можно решить при помощи обычного тетропака. Вино может быть не такого качества, впрочем, для шашлыка вполне подойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова